Не жалею Я не буду больше молодым Ты теперь не так уж будешь биться Сердце, тронутое холодком И страна березового сица Не заманит шляться босиком Дух бродяжей ты все реже Реже расшевеливаешь пламень уст О, моя утраченная свежесть Буйство глаз и половодие чувств Я теперь скупее стал в желаниях Жизнь моя, или ты приснилась мне Словно я весенней гулкой ранню Проскакал на розовом коне Все мы, все мы в этом мире тленны Тихо льется с кленов листьев медь Будь же ты вовек благословенна Что пришло процвесть и умереть Стих Сергея Есенина очень красиво Поэтично и по сути выражает Что такое старость Старость это увядание Это потеря прежней энергии И сердце бьется медленнее И чувств становятся меньше Старость тема непопулярная Особенно в Заокском Здесь ну все о молодости Это вообще между прочим Одна из самых молодых церквей Нашего дивизиона Тем не менее в церкви есть люди Престарелого возраста Люди о которых часто в обществе говорят Пожилой человек Но с чем Наверное трудно согласиться В Библии нет слова пожилой человек В Библии есть слово почтенный Престарелый Старец Старица Пожилой это скорее Измерение демографическое Определение демографии Определенного возрастной категории Пожил человек Но как пожил? Как себя чувствует человек Который прожил жизнь? Старость Это неизбежный процесс Мы естественно пытаемся Отгонять эти мысли подальше Но не скоро Еще немного Еще поживем Чем моложе Тем меньше Нас посещают мысли о старости Но сегодня я хотел бы напомнить О старости И мы посмотрим с вами На старость С библейской перспективы Псалом 89 Молитва Моисея Человека Божия Молитва Моисея Человека Божия Я приглашаю вас открыть Этот замечательный псалом И мы несколько вот так Пройдемся по нему Посмотрим его целиком Это интересный псалом Который начинается Очень красиво Господи Ты нам прибежище Из рода в род Прежде чем родились горы Или земли И миру положил ты Начало Из века в век Ты Бог Смертных ты в прах Обращаешь Сказав лишь В тление Возвращайтесь Дети Адама Тысяча лет для тебя Как минувший день Вчерашний Как время Стражи ночной Для спящего Людей из жизни Как наводнением Ты уносишь Они как сон Как трава Что утром вырастает Днем она еще Росла Цвела А к вечеру Паникла И завяла Жизнь человека Трава Отцветает За один день Метафора жизни Которая длится Один день Отражает Суть нашей жизни Утро Рост День Цветение А вечер Увидание Как дети Адама Мы унаследовали Смерть Это часть Творческой Картины Испорченной Грехом Смерть Она Для человека Уже сегодня Неизбежна Но отнюдь Неестественна Так же Как и грех Неестественен Был С самого начала В творческой Картине Главная Идея Этого Псаума Показать Скорость Жизни Скоротечность Жизни Передается Метафорами Мы летим Как вздох Мгновенный Мы Исчезаем Главная Идея Что жизнь Нам Не подвластна Скорость Жизни Увлекает Мы не можем Остановить Эту жизнь Мы не можем Изменить Картину Этой жизни И каково Качество Этой скоротечной Жизни Моисей Говорит Лучшая Пора Труд И болезнь Болезни Труд И суета Это то Чем наполнена Эта короткая Жизнь И Моисей Объясняет И причину Этого Грех А если Грех То и Отношение Бога Ко греху Его гнев И ярость Бог Гневается А человек Исчезает Но 12 текст Является Переломным В этом Псауме Обратите Внимание Здесь Чему-то Нужно Научиться Что-то Можно Изменить В этом Скоротечном Беге Жизни Научи Нас Молится Моисей Как нам Считать Свои Дни Чтобы Обресть Мудрость Трудно Успевать Считать Когда ты Летишь Когда Вы едете В поезде Или в электричке Пытались ли Вы считать Столбы За окном Очень Сложно Когда Поезд Едет Очень Быстро Чтобы Считать Нужно Замедлить Ход Нужно Почти Остановиться И далее С 13 Стиха И ниже Представлена Другая Картина Жизни Пишет Моисей Доколе Господи Вернись К нам Сжалься Над слугами Своими Дай же Нам С утра Уже Насыщаться Любовью Твоей Неизменной Чтобы Радоваться И ликовать Нам Во все Дни Наши Радостью Одаряй Нас Столько Жи Дней Сколько Ты Смирял Нас Столько Жилет Сколько Мы Бедствия Терпели Пусть Дело Твое Спасительное Увидят Слуги Твои И величие Твое Их Сыновья Милость Господа Бога Нашего Да Пребудет С нами Чтобы Успешными Были Усилия Наши О Благослови Усилия Наши Мы видим Другую Картину В одной Картине Представлено В одной Картине Представлено Естественное Движение Жизни Это возвращение В тление Причем Очень Быстрое Возвращение Вторая Часть Этого Псалма Представляет Собой Жизнь Вопреки Жизнь Вспять Повернутая Вернись К нам Когда Господь Возвращается К нам То все Меняется Мы можем Увидеть Что Тот же Утр Утро Есть И те же Дни Есть Только В первой Части Псалма Только Один День А во Второй Части Написано С утра И во Все Дни То есть Здесь Присутствует Уже Ход Жизни Более Плавный Более Размеренный Качество Жизни Другое В первой Части Это Суета Труд И болезнь А во Второй Части Это Радость Успех И усилия Труд Труд Тоже Присутствует Но Этот Труд Благословляется Богом И вот Это Очень Важное Отличие Усилия Человека Имеют Успех Благодаря Благословению Божьему Люди Видят Бога Милующего И спасающего В то Время Как В первой Части Бог Гневающийся Бог Люди Испытывают На себе Гнев Бога И наконец Последнее Страх Или Радость Или Кование Какие Эмоции Наполняют Нашу Жизнь Какая Часть Этого Псалма Лучше Описывает Вашу Жизнь В Современном Мире Не принято Говорить О скоротечности Жизни Человек Как будто Пытается Запечатлеть Поставить Паузу На самые Яркие Моменты Жизни Связанные С молодостью Зрелостью Процветанием Достижениями Старость Напротив Тщательно Маскируется Скрываются Седые Волосы Прячутся Морщины Под Слоями Различных Сегодня Мейкапов Поп-звезды Наперебой Демонстрируют Как им Удается Задержать Молодость В 50 В 60 В 70 Лет И так Дальше Однако Библия Предлагает нам Совсем Другие Идеалы В божественном Идеале Старость Не только Не скрывается Но является Предметом Гордости Притча 20 глава Книга Притча 20 глава 29 текст Украшение Стариков Седина Пишет Соломон И 16 глава 31 текст Седина Венец Славы Обретается Она На праведном Пути Говорится о том Как Седина Может стать Венцом Славы Благодаря Хождению По праведным Путям Сам Бог Представляется Часто В священном Писании В виде Старца В книге Даниила Бог Назван Ветхи Днями И Суд Совершается Когда приходит Ветхи Днями Праведный Суд Потому Что Бог Является Богом Истории Бог Знает Что было Раньше Он Знает Как Правильно Судить Подчеркивается Особое Качество Бога Его Правосудие Его Мудрость Его Знания Понимания Сути Вещей Бог Книги Откровения Предстает Перед Иоанном Который Кстати Тоже Не был Уже Молодым Человеком Убеленным Сединой Его Волосы Настолько Были Белыми Что Иоанн Даже Не мог Подобрать Слово И он Говорит Они Белые Как Снег Библейское Слово Старость Происходит От древнееврейского Слова Борода Старость И борода Одно Почти И то же Слово Подразумевая Опыт Подразумевая Авторитет И Влияние Старость Друзья мои Отражает Определенные Качества Бога И Это Эти качества Как мы уже Назвали Это знание Опыт Мудрость Правосудие Поэтому Старое Священное Писание Имеет Позитивные Тона Дожить до Старости Это Благословение Псалом 90 16 Текст Вы помните Одно из Обетований Этого Текста Этого Псалма Замечательного Долготою Дней Насыщу Его Долгота Дней Это Благословение Выражение Умер В старости Доброй Насыщенной Днями Означает Полноценно Прожитая Жизнь А также Своевременная Смерть Искончался Авраам Пишет В книге Бытие 25 Глава 8 Текст Искончался Авраам И умер В старости Доброй Престарелый И Насыщенный Насыщенный Жизнью И Приложился К народу Своему Об Исааке То же самое Сказано А вот Об Иакове Так не Сказано Может быть Потому что Не просто Ему было С детьми И Жизнь Ему была Не такой уж Простой Фраза Насыщенный Днями Буквально Означает Изобилие Эта фраза Используется К урожаю Описывает Изобилие Урожая Когда Урожай Настолько Большой Что Уже Девать Его Некуда Когда Человек Насытился Покушал Плотно И уже Некуда Дальше Кушать Уже Наполненность До краев Идея Того Что Больше Уже Не нужно Как часто Можно Слышать У постели Умирающего Человека Как я бы Еще хотел Продлить Свою жизнь Еще бы Немного Еще бы Годок Еще бы Чуть Старость Насыщенная Днями Это старость Которая Переполняет Жизнь Человека Уже Достаточно Как сегодня Воспринимают Старость Наши Соотечественники Перенесемся В реальность Сегодняшнего дня Проводилось Многочисленные Исследования На этот счет И хочу Сказать вам Что в основном Эти исследования Отчитываются О том Что Образ Старости В представлении Россиян Окрашен В самые Мрачные Тона Пожилой Возраст Видится Людям Наименее Ресурсным Периодом Человеческой Жизни Сопряженным Социальными Физиологическими И психологическими Проблемами Совершенно Беспросветным И практически Не имеющим Положительных Сторон Старость У почти Четверти Респондентов Ассоциируется С болезнями Дряхлостью Немощью Почти Столько Же Испытывают Чувство Беспомощности Одиночества Утрату Интереса Жизни Кстати Престарелых Людей Или Как мы Говорим Почтенных Людей Кому От 60 лет И выше В России Каждый пятый Человек Таков Каждый Пятый Житель нашей Страны Является Уже Пенсионером И Человеком Престарелым Позитивные Ответы Дали Лишь 7% Респондентов 7% Из всех Только лишь Ответили Позитивно Что старость Это мудрость Это любовь К внукам Это Опыт Это покой И достаток Структура Ценностей Пожилых Людей Мы можем Увидеть На слайде Что беспокоит Людей Престарелых В первую очередь Конечно же Здоровье Затем Мы видим Что Это семья Дети Стабильная Спокойная Старость Материальное Благополучие Вот эти Четыре Фактора Являются Ключевыми В сегодняшнем Осмыслении Старости Нашего Населения Другое Исследование Проводилось Тоже Похожие Результаты Подтверждают Что старение В российском Обществе Сопутствует Достаточно Мрачное Эмоциональное Состояние Интересно Здоровье Некачественное Что Старость Старость Она Больше Так сказать Не на себя Ориентирована А на других Пожалуй Одним из лучших Описаний Жизни человека И в частности Старости Человека Является Отрывок Псалма 91 Чуть-чуть Перелеснуть От 89 К 91 Вперед Псалом 91 Уникальный Псалом Потому что Он говорит нам О субботе О творческой Силе Бога И вот С 13 Текста И дальше Говорится О старости Насажденные В доме Господнем Они Цветут 14 Текст Говорит Цветут Во дворах Бога Нашего Интересно Что В это же Самое Время Говорится И о беззаконниках В восьмом Тексте Что они Тоже Цветут Нечестивые Могут Расти Как трава И делающие Зло Процветать Но для того Лишь Чтобы Исчезнуть Навеки В то же Время Праведник Процветает Цветет И не Увидает До Самой Своей Смерти Именно Старость Проводит Различия Между Праведниками И теми Кто не знает Бога Три Качества Старости Три Качества Старости Плодовитость Сочность И свежесть Давайте Прочитаем 15 Текст И в старости Будут Они Плодовиты Будут Сочны И свежи Чтобы Возвещать О справедливости Господа Защитника Моего Которому Все Худое Чуждо Вы видите На слайде Это Ливанский Кедр Как Дерево Изображающее Здесь Цветущего Человека Плодовитость Старость Это Изобилие Процветание Во всех Сферах Жизни Это Слово Используется В книге Притчи 10 главе 31 тексте Когда Говорится Что Уста Праведного Источают Мудрость Еще Одно Слово Которое Очень Тоже Передает Суть Старости Плодовиты И Сочны Что Значит Сочны В Библейском Понимании Слово Сочность Буквально Извиняюсь Переводится Как Тучность Как Объем Определенный Это Библейский Идеал Старости Когда Человек Имеет Хорошее Здоровье Когда Человек Имеет Ну Сегодня Так сказать Все килограммы На Счет На 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 Счет Старость Изображена Здесь В идеальной Картине Благословенной Тучности Вот Идея Благополучия В социальном Плане Чем Крупнее Человек Тем Он Более Авторитетный Тем Он Более Весомый В глазах Общества И Наконец Последнее Это Свежесть 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 Здесь Переводится Словом Зелень Зелень Потому Что Именно Зеленое Дерево Оно Говорит Нам О Свежести Оно Напоминает Нам Вот Этот Цвет Который Зелень Которая Еще Будет Продолжаться Долго Цвет Старости Друзья Мои В Библии Это Не Желтый Цвет Вы знаете День Старости Когда День Пожилого Человека Когда Отмечается 1 Октября Да И Символ Этого Дня Пожилого Человека Кленовый Листок Желтый Так Вот Это Неверное Представление О Старости С позиции Библии С позиции Священного Писания Цвет Старости Это Зелень Это Зеленый Цвет Например Псалом 51 Восьмой Текст Говорит Давид А я Как Зеленеющая Маслина В Доме Божьем И Уповаю На Милость Божья Вы понимаете Цикл Жизни Вот Человек Сегодня Представляет Примерно Так Человек Растет Потом Он Взрослеет Достигает Зрелости Достигает Пика Своей Жизни А потом Пенсия И Происходит Спуск Такой Да Уже Вот Происходит Увидание И Потихонечку Человек Приходит В состояние Уже Бездвиженности И так далее Все Замедляется Конец Жизни Наступает Так вот Цикл Жизни В библейском Понимании Другой Насажденные В Доме Господнем Они Цветут Для чего? Для того Чтобы Принести Плоды Когда? В старости Старость Плодовита Сочная И свежая Именно Старость Это Кульминация Жизни А не Ее Закат Если бы Мы Представили На графике Этот момент То старость Была На пике На верх На верхе Всей жизни Потому что Настоящий Плод Приходит Только В старости Только Тогда Можно Оценить По Настоящему Жизнь Человека И Вклад Человек Да Человек Цветет Но Плод Созревает Только К концу Жизни Интересно Эллен Вайт Когда была Сама На закате Жизни Обращаясь К другим Руководителям Церкви Активным Миссионерам Церкви Но тоже Пожилым Людям Пенсионерам Говорила Вот Интересные Слова Обращаясь К одному Из лидеров Брат Баттлер Давайте мы Вы Брат Хаскил И я Будем Стареть Красиво Замечательно Сказано Gracefully То есть Вот это Слово Прекрасно Стареть Замечательно Стареть Бог Желает Чтобы вы Стояли за Него Как носитель Света Будем Ободрять Друг Друга Посмотрите Какое Позитивное Восприятие Старости Стареть Красиво Старость Которая Полна Этой Плода Сочности И свежести Сегодня Я хотел Вот так Скажем Из зала Задать вопрос Реально Ли сегодня Иметь Плодовитую Сочную И свежую Старость Реально Ли сегодня Стареть Красиво Давайте Пригласим Сейчас Некоторых Людей Сюда На сцену И Поинтересуемся У них Как у них Получается И получается Ли И одного Из таких Людей Я хотел бы Пригласить Сюда На сцену Нашего Дорогого Гостя А даже Не гостя Наверное Члена Нашего Заокска Заокской Семьи Это доктора Джона Кешнера Приглашаем Вас Микрофон Нам А есть Хорошо Вот Я хотел бы Поинтересоваться У зала Поинтересоваться У зала Кто из вас Хоть однажды Побывал В кабинете Джона Кешнера Посмотрите Я тоже Побывал И не раз Многие С нетерпением Ждут Приезда Джона Кешнера Ну вот Сегодня У меня Вопрос А Сколько Вам Лет Доктор Джон Четыре Четыре Семьдесят Четыре Почти Не зря Уже русский Приходит Семьдесят Четыре Года То есть Даже по Нашим Русским Стандартам И по любым Стандартам Это уже Глубокий Пенсионный Возраст Хочу Спросить В такие Годы Обычно Люди Находятся Дома Отдыхают Ищут Домашний Комфорт Воспитывают Внуков Что Вас Приводит В Заокский Год за Годом И раз За Разом Можете Скать Сколько Раз Вы Были В Заокском Вот Уже Пятьдесят Семь Раз Я Был Здесь Я Почти В 1989 Первый раз Я приехал Сюда В 1989 В 1986 В 1996 Президент Национальной Ассоциации Севентом Детский Девятом В 1996 году Я Возглавлял Такую Организацию Как Ассоциация Адвентийских Стоматологов В Соединенных Штатах И общими усилиями мы поддерживали работу 106 стоматологических клиник в разных уголках Земли. И тогда президентом Генеральной конференции был Нил Уилсон. И он спросил меня как-то, может быть, у тебя есть какой-то интерес, чтобы начать стоматологическое дело в России где-то? Я приехал сюда в 1989 году впервые, и офис дивизиона тогда находился здесь, в нынешнем административном корпусе Заокского университета. А вот это здание, в котором мы находимся, еще вообще не существовало в природе. И тогда здесь обучались 17 студентов. И вот после того, как мы дали старт стоматологической клинике в Москве, Михаил Кулаков попросил, почему бы не сделать нечто подобное и в Заокском. И вот в течение 26 последующих лет я приезжал снова и снова, и мне это доставляет огромную радость. Может быть, я уже в пожилом возрасте, и волосы мои посидели. Но, по крайней мере, они у меня еще есть. Спасибо. Но большую радость и большое удовольствие для меня работать со студентами. Это омолаживает меня. И, может быть, я выгляжу так уже вот в таком возрасте, как вы уже слышали. Но голова у меня и ум мой примерно где-то на лет 20. Вообще-то я из такой родословной, из такой семьи, где все доживают до очень-очень солидного возраста. Вот буквально две недели назад моей тете исполнился 101 год. Но она по-прежнему умна и мыслит ясно, и общаться с ней на удовольствие. И я взял на выражение такое выражение, что лучше я буду жить и вырабатываться, нежели жить и ржаветь. Спасибо. Спасибо. Еще один человек, которого я хотел пригласить на эту сцену, это наш соотечественник, человек, которого вы хорошо знаете. Один из старейших нашей церкви, это Виталий Иванович Павелко. Приглашаю вас. Виталий Иванович, все вас тут хорошо знают. В каком году вы приехали в Заокске? В 88-м году. В 88-м году. То есть в следующем году вы будете здесь жить уже 30 лет. По сути, история Заокского – это и ваша история совместная. Скажите, сколько у вас детей и внуков? Ну, трое сыновей и одна дочь. Внуков 11. 11 внуков. Да. Чем наполнена ваша жизнь? Чем вы занимаетесь? Вот как проходит ваш обычный день? Как пожилого, или как сказать, как правильно, как человека почтенного возраста? Сколько вам лет, кстати, извиняйте? 76 лет. 76. Замечательно. Как проходит ваш день? Вот сейчас весна, сейчас все пробуждается. Вот чем вы занимаетесь? Ну, конечно, зимой немножко расслабляюсь. Даже полнее вроде бы. Ну, а к весне, к лету, то все становится на место. Значит, сейчас занимаюсь обрезкой сада. Цветы всходят, смотрю, жалею их. Сейчас такие морозы, бедные тюльпаны, подснежники, все. Как они, эти морозы, 5-6 градусов. С ними разговариваем. Значит, вообще, конечно, мы... Немножко я о себе вот расскажу. Родился в Алма-Ате. Наши родители, можно сказать, были верующие. Но тогда собраний не было. И я благодарю Бога, что я родился и попал в сеть. Именно... В нужную сеть. В нужную сеть. Вот. Помню, мама... Я еще очень маленький был. И всегда мама молилась. Господи! Тогда собраний никаких не было. Общения не было. В Алма-Ате 16 людей посадили перед войной. Только двое вернулись. Все боялись. Все было дома. И вот мама всегда молилась. Господи, помоги. Пошли хоть одного брата нам. И вот действительно, когда приехал Михаил Петрович, все воскресло. Ну, мы уже... Это было в 56-м году. Все развалины были, как говорится, ликовали. Вот. Собрал и многое. И я лично принял крещение в 16 лет. Так что не особо... Вот смотрите. Если кто и рано принимает крещение, это не страшно. Но мы ревновали. И всегда жили интересами церкви. Хотя, можно сказать, в строгой такой семье мы выросли. Но все-таки это сохранило нас от всякого мирского влияния. Благодарю Бога, что мы соприкоснулись с Кулаковыми. И вообще с церковью, с братьями уже живым, живым, вживую. И сегодня это для меня радость тем, что мы познали более полное Евангелие. Потому что все равно тогда было такое у адвентистов пуританского направления. Вот. Не трожь, нельзя, не... Вот. Но все-таки в конечном итоге, особенно... Почему мы оказались здесь? Мы всегда жили интересами церкви. Всегда у нас была молодежь. Всегда мы были, как говорится, в авангарде. И когда это было объявлено, что вот готовится, и вообще тут стройка, и все, как есть такое выражение, сердце наше тоже было, присутствовало с этим. Вот. И мы так же посвятились, и вот так же участвовали. И я хочу сказать, вот, раннее наше адвентистское тут движение, как Господь одну журналистку привел, это Ольгу Суворову, может быть, кто-то и знает. Вот как она первый раз пришла, или приехали они в ЗАОКС. Потом из-за поворота показался крест, возвышающийся над красной башенькой. Затем открылась вся сказочная картина полностью. Красное, необыкновенно для нашего пейзажа, необыкновенно красивое здание с колоннами. Полукруглыми большими окнами. Вокруг здания высокая ограда, а за ней все утопает в розах. Красных, желтых, белых. Сотни, тысячи роз. Помню ощущение одновременного восторга и страха. Позволено ли нам войти в такую красоту? Мы стояли и смотрели. Из открытых дверей храма звучал хор. Вот скажите, Виталий Иванович, а кто эти розы сажал? Вот это как раз было дело рук наших. Да, слава Богу. Красота и любовь к земле, да? Постоянно вы занимались землей. Спасибо. Я думаю, что если кто-то из вас и сегодня захочет посмотреть на огород Виталия Ивановича, вы увидите такую же красоту и такое же... Спасибо, да, спасибо. Такой же шедевр. Такое же старание на своем огороде, как и раньше некогда здесь, в нашем заокском городке. Действительно, старость может быть плодовитой, сочной и свежей. Как вы сейчас видели, оба этих человека, хоть годами уже и не совсем свежи, но духом очень свежи. И кто возразит, что они еще зелены и зеленеют и цветут? Не правда ли? Можно еще много чего сделать. Поэтому плодовитость, сочность и свежесть не измеряются годами, а измеряются тем отношением, которое у нас есть к старости. Если у нас с вами чувство насыщенности днями, не в смысле, что уже надоело жить, а в смысле, какая была жизнь. Хочу привести из Священного Писания два примера, как старость, чем может быть занята старость, как старость может быть плодовита, сочна и свежа. В 3 Иоанна, в 4 и 5 тексте старец Иоанн обращается к верующим, обращается к церкви и говорит замечательные слова. «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Семья, дети, внуки, правнуки – это та сфера, то поле деятельности, где пожилой человек, где человек престарелый, почтенного возраста, может реализовать себя. Потому что достигшие почтенного возраста, они смотрят на детей и внуков, как на свою жизнь. Они проживают заново свою жизнь в них. Но самое главное – быть уверенным в том, что дети ходят с Господом. Как в книге притчи 17 главе в 6 тексте сказано «Венец стариков, сыновья сыновей». И не только речь идет о биологических детях, но и о духовных детях, о тех, которых эти люди могли воспитать, могли вложить свою жизнь в их жизнь. Еще один библейский пример, который вдохновляет всех, кто уже исполнен многих лет – это Евангелие от Луки, 2 глава. Старец Симеон и пророчица Анна. Чем занимались эти люди? Они были в храме, денно и ночно служили Господу. Симеон держал на руках Спасителя мира, потому что ему было открыто, что он не умрет, пока не увидит Христа Господня. Так и случилось. Он встретил Иисуса. И, взяв его на руки, сказал, «Ныне отпускаешь, владыка, по слову твоему, раба твоего». Вспоминаю, как моя бабушка 99 лет умерла. В один день, не предвещавший ничего особенного, она попросила мою маму молиться. И после молитвы они пели, долгое время пели. Последний псалом, который она пела, «Возьми меня за руки и сам веди». Это была благословенная старость. Ни одного слова ропота, ни одной жалобы, а только молитвы, благословения и пения. И после этого псалма она просто уснула и уснула до славного дня воскресения. Действительно, очень важно, как мы готовимся к старости. Очень важно, чтобы наши старцы и старицы молились за нас, за церковь, за народ Божий. Анна, пророчица, не пропускала момента, не пропустила момента, когда родители принесли младенца в храм. Жизнь Анны наполняла благодарность Богу, и другим она возвещала о младенце. Жизнь Симеона и Анны являются прекрасными примерами, чем может быть наполнена старость, даже если нет рядом детей. Это служение Богу, это молитвы и свидетельства другим людям. Одиночество – это не повод для разочарования. Бог создал церковь, которая является для каждого из нас семьей. Хочу рассказать кратенький пример завершения. В одной из церквей молодая семья переехали в новое место и пришли на богослужение в церковь впервые. Они не знали ни города, ни церкви, никого. Проведя всю субботу, они практически остались без внимания. Никто к ним не подошел, не спросил, что и как, откуда они. И они уже собирались уходить, как к ним подошла одна пожилая сестра и говорит, «Я хочу пригласить вас к себе домой на обед». Они говорят, «Как нам было приятно, когда эта сестра пригласила нас к себе на обед». Это был первый знак внимания от этой церкви. Но самое удивление было, когда они приехали к ней домой. Она жила в квартире, в большом городе. Когда они зашли в квартиру, то они увидели, в этой квартире полно народу. И еще 15 человек за одним столом. Когда они удивили, они удивились, кстати, этой сестре 80 лет. Они поняли, что эта сестра является самой гостеприимной в этой церкви. Служить, друзья, не поздно, ни в каком возрасте. Лучше, чем может быть заполнена старость, это молитва и служение. Хочу сегодня обратиться к церкви. Бог желает, чтобы старцы и старицы занимали в церкви достойное место, потому что отсутствие старца это тревожный признак. Вы помните, как Илье было сказано, такое вот наказание, не будет старца в доме твоем. Священное Писание говорит о том, что у старцев есть нечто важное, что должно быть в доме Божьем. Когда Иль приглашает всю церковь вместе, он говорит, призовите старцев, призовите старцев. В книге Иеремии, 31 главе, 13 текст, тогда девицы будут веселиться в хороводе, юноши и старцы вместе. Божий идеал, чтобы и молодые, и пожилые были вместе. Почему? Потому что старцы знают то, чего не знает молодежь. Они носители истории. Елена Вайт пишет в книге «Деяния апостолов», если можно, цитату. «Бог желает, чтобы пожилые, испытанные работники находились на своем месте, выполняя свой труд спасения мужчин и женщин от сметающего в погибель мощного потока зла. Господь хочет, чтобы они не снимали свои доспехи до тех пор, пока Он не повелит им». Возможно, сегодня у кого-то возникло ощущение, что проповедь была для определенной возрастной категории. А нам еще далеко. Напротив, более всего нужно думать сегодня, какой будет моя старость завтра. Помните из Псаума «Праведник цветет, чтобы в старости принести плод, быть сочным и свежим. Если наша жизнь цветет сегодня, то и старость будет плодовитая, добрая». Посмотрите сегодня на убеленных сединой, старцев и старец. «Чаще интересуйтесь, как они живут. Поприветствуйте сегодня их особым образом после служения. Если они рядом с вами, поприветствуйте их». Почтенный возраст – это актив церкви, а не пассив. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры создавал DimaTorzok